Китайский Чэнду, приютивший знаменитый заповедник больших панд, это пятый по величине город Поднебесный. В прежние годы здешний смотр автомобильных достижений затмевали Шанхай, Пекин и даже Гуанчжоу, но не сейчас. Похоже, за время коронавирусного локдауна Поднебесный автопром успел накопить такое количество новинок, что их приходится ровным слоем размазывать между всеми выставками. Взять, скажем, не то хэтчбэк, не то кроссовер под названием Ora Belly Cat. «Балетная кошка». Автомобиль-скандал. Этой весной электромобильное подразделение компании Great Wall показало концептуальный панк-кэт. Кошка-панк вышла подозрительно похожей на классического немецкого жука. Такое сходство мгновенно заинтересовало юристов концерна Volkswagen. Нежилая острого конфликта, китайцы быстренько сменили форму оптики, и прямое копирование Volkswagen-овской классики перестало быть очевидным. Да, силуэт, да, пропорции. Но общее восприятие сделалось совсем иным. Это уже не бессовестная подделка, а лишь проект, вдохновленный стилистикой всемирно известного предка. В серию коту предстоит пойти через несколько месяцев. Если, конечно, немцы снова не возмутятся пусть не очевидным, но сходством китайской новинки со своей легендой. К слову, ее характеристики остаются секретом. Но предварительно на одной зарядке обещаны около 500 километров пробега, а также современный комплекс ассистирующей электроники. Она поможет неопытным девушкам, которых создатели модели видят главной целевой аудиторией. У нас обновленный Geely Atlas Pro появился только-только. Но на родине уже состоялся второй рестайлинг сверхуспешной модели. Ее там для справки именуют Boyue. Обновленец для пущего эффекта удостоился приставки X. У него прежний кузов, техника и салон, но полностью другое лицо. Похожее на творение Стива Маттина. То бишь X-фейсы наших Гранты и Весты. Не правда ли? Хотя команда под руководством Гая Бергойна, что рулит дизайном Geely, наверняка открестится фразой, что все совпадения случайны. К слову, для свежей волны фирменного стиля придумали даже собственное имя. Energy Storm или по-нашему энергетический шторм. А значит, в таком ключе переоформят и другие модели. Но до салона модернизированного паркетника добрались лишь отголоски этого шторма. Переустроенный центральный тоннель, новый блок климата и увеличенный экран медиасистемы. В Китае этот новый Буюи сохранил турбомотор 1.8 и 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Цены начнутся примерно от полутора миллионов рублей в пересчете. Но планируется ли экспорт, пока не ясно.